И знаете, что мы... О, уже имя выбрали. Иксбокс. Я Брэндон, а.к.а. Байтс Дев. Как дела? Я комплекс плейн. Да, и это команда людей, которые будут приводить вам в этом году Супер Монкей Болл 2-рун. Более того, я думаю, что мы можем начать. Нет файл-намного инцентива, так что я просто взялся с моим файл-намом здесь. Я думаю, что я могу сделать кандидат, так что... Попробуем! Бежать голеньким на Гэннона. Ну, в некоторых, да, может. Итак, поехали! Не знаю, что за игра такая, сейчас увидишь. Мы катаем здесь шары обезьянкой Пипи Клаун. И это очень скилл-бейстная игра, потому что вы не управляете шаром. Вы управляете всей картой сразу же. Вы просто наклоняете карту. И таким образом... Вы управляете обезьянкой. Короче, тут очень глубокие механики набора скорости. Вы пытаетесь проходить как можно быстрее и поворачивать нашу обезьянку. Блин, закажите мне пиццу, ребят. То есть, когда мы вот так бьемся об стенки, это, естественно, быстрее, потому что ганнеры это используют, а значит, это быстрее. Да, вот, комментатор объясняет, что диагональные передвижения ускоряют вас быстрее. Сложение векторов. Наша любимая. К сожалению, вы можете только чуть-чуть наклонять. Было бы удобнее, если бы вы могли прям переворачивать, да, или если бы эту игру выпустили на консолях, где есть гироскопы, и можно было прям вертеть уровень, и просто летишь до конца сразу. Блин, как ты, как в Аббе узнал, что я люблю гавайскую пиццу? Гейм куполи Nintendo 64, я не уверен, в чём вопрос. Если о том, на какой консоли выходила эта замечательнейшая игра... О, кстати, сейчас ранее демонстрируют геймстайл паузмена. Когда мы корректируем... Очень-очень он рад, что прошёл, когда мы корректируем прохождение при помощи паузы, это плейстайл такой. Паук Чемп, очень быстрая игра, очень классная. Паук Чемп, очень быстрая игра, очень классная. Данная игра выходила на геймкубе. Какой прошлый мировой рекорд по этой игре? Не знаю, что ты имеешь в виду под прошлым, могу тебе сказать, какой нынешний по команде восстательный знак VR, вы наверное это узнаете. Это интересный, let's say, joke strat, uh, to kind of exaggerate pausing and how it's changed the Monkey Ball meta. It was invented as a trick to say, like, no one will ever do this in runs, it's just a joke. It's too many frames, it's eight frames in a row. Well, these days, if you're playing at a top, top level, it saves, like, ten seconds. It's a really important strat to be able to get down, but it initially started as a joke. So, shoutouts to Gonkwai for that, uh, strat. Sorry, sorry, your joke fell flat. Your joke fell flat. So, this stage Gravity Slider is interesting. Earlier we were talking about how you can use the cardinals in this game. And that actually extends to a lot of different characters. If you're reading the wall, you're not actually tilting the level. You're still tilting the level. You're tilting the direction of gravity. You're tilting the direction of gravity. You're tilting the direction of gravity. As you hold the turn, you'll see that Peter will go side to side of gravity. So, you're still a good idea. You're still a good idea. And you're still a good idea. Here's a good idea. This is a great idea. It's a defrag, 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 all. We'll be ending with one final paw strata on stage alternator. And now, what would you consider it in some ways harder than the strata on curve bridge? Ух, поднимаемся наверх, пролетаем весь уровень порчи. Не, ну за рыбную пиццу, я думаю, да, стоит чуть тайм-аут прописать. Гавайскую не трожьте. Тёплые ананасы, это неплохо. Короче, каким образом работает ускорение в этой игре? Вы просто двигаемся вперёд, мы быстро. Двигаемся вбок, быстро. А если мы двигаемся вбок и вперёд по диагонали, набираем скорость сложением этих скоростей, ускорение. Вы что, не ели гавайскую пиццу? И вот все, кто хейтит пиццу с ананасами, вы просто не ели. Я уверен, вы даже не пробовали кисленький, тёпленький ананасик. Как тёплые огурцы? Так, не говорите огурцы. Ни слова про огурцы. Не надо. Не говорите о про огурцы, пожалуйста. Не надо. Вы его призовёте случайно. Вам это вообще не нужно. Блин, я зачитался отличный карамелизированный ананас. Боже мой, тонкие слайсы, бог чем. Я кушать захотел, возможно. Как хорошо, что у меня есть курочка в холодильнике. Итак, проходим уровни. Очень красиво, очень занимательно. Блин, возможно, стану раннером этой игры когда-нибудь. Выглядит всё шикарно. Кто ест курицу с ананасом? Боже, ребят, вы чё, блин, вы ещё скажите арбуз с хлебом не кушаете. Ну, вы его, конечно, блин, чат, ну и вы чат. Вау, красивый уэлл. Через сколько примерно будет Horizon Zero Dawn? Часа, не знаю, в расписании посмотрите, вам точно больше подскажется. Молоко с арбузом, ПОКЧЕМ, неплохо. Надо попробовать, будет. Укроп со сгущенкой, боже не, вот это уже, конечно, тоже, конечно, интересная тема, но зачем? Жареные арбузы ещё поешьте. Ну, если только корочку поджаривать, потому что сама мякоть-то она... А как? Как? Извини, как? О, я недавно е... Да, вот, блин, я прочитал сообщение про филе курицы сверху шапкой сыра, и она... О, боже, я недавно это ел, это такой... О, такой ПОКЧЕМ. Не, жареные бананы, они всё-таки поплотнее, чем арбуз. Ну, это зависит, скорее, тоже от арбуза. Проблема запекания арбуза, что мы имеем в виду под арбузом, это прям... Кокочка арбуза, я понимаю, как её можно пожарить, там, приготовить, тому подобное, я не понимаю, как можно приготовить мякоть арбуза. Ох, интересный уровень в виде юлы. Вот засолить ещё, ладно. Всё увлекательно, что по спидрану? Красиво и быстро проходим уровни. Используем техники стрейфа. Складываем скорости по диагонали. Блин, вяленые арбузы, овощи и тому подобное не самое приятное. О, мне ведро скинул, как арбузы жарятся на сковородочке. Спасибо, ведро. Не, тогда действительно, если плотненьким туском уложить, да? Очень неплохо. Просите у ведра, я не скину никому. У меня тут комментарии, очень важная тема. Спидран идёт очень неплохо, пока что не руинен. Такое только в СПВ, ну туда и кидай. Блин, ну вот я хочу продолжить мысль, что вяленые овощи, бананы и арбузы, это не очень вкусно. Оно абсолютно на любителя. Эх, не получилось. Короче, нам сейчас нужно запрыгнуть вот на правую колонну, слезает огромное количество времени. Отлично. Вяленый забродив, что ли? Высушенный и такой... Ну, короче, сушёный чуть, но сушёный по особой технике. Как скинуть в чат шириной арбуз? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, тяжёлый уровень. Тут крутятся, создавая отличный шоу-зор. О, боже мой, страшная какая-то мясорубка была. Мы можем побить рекорд по пипо-клаунам в чате. Так, набираем скорость. Аккуратненько запрыгиваем. Да, с первого раза. На самом деле, запах арбуза и всё его смешение зависит от того, какой арбуз. Арбуз это тоже множество. Всем разные нравятся. Используем телепорт. И не попа-ааааа! Ой-ой-ой, мы попали в створ. Короче, нужно попадать вот прям внутрь и разбивать жёлтый шар. Мы попали как бы в створ этого прохода окончания уровня финиша, и не повезло. Чуть руина. Да, я знаю что я никогда не была здесь, Питер, но ты хороший друг. Вы 100% эту возможность и я очень рад вас видеть, что вам нужно делать на большей сцене. Из одного Монкейбол-рэнера к другому. Хороший взгляд и хорошие скиллы. Спасибо большое, Эликс. Это очень важно, чтобы встретиться с тобой. И я очень впечатлялся с твоим игроком, и все, что ты организовываешь. Я думаю, что мы сделаем еще один или два. Пока World 5 окажется. Просто при приготовлении Акбуза он теряет вкус? Ну вот, скорее всего, да. Поэтому не очень. Блин, уже 9 часов я в магазине не успею. И у меня комментирование уже. Блин, можно в круглосуд сгонять потом. Раннер у нас большой, молодец. Возможно, входит в топ-10 раннеров в этой игры. Не обрати. Я встал очень рван. Пока что очень мало руины от него. У меня была ситуация, которая скачивалась в комбинации, которые ты хочешь не увидеть. Ты любишь иметь комбинации, и обычная ситуация в этой стадии. Но я бы обернула совершенно назад. Я сделала назад. Угу. В общем, это было очень круто. Питер уже проводил назад назад на стриме последние недели, где он пытался До сих пор не могу понять, что у него за тип бороды такой. Вот чёрная футболка и не самая лучшая вебка. Разве я не ранил в прошлой ГДК? Ну я же не могу узнать всё про прошлой ГДК. Ух, как хорошо. Я буду делать время. Козлина? Да нет, она... Она скорее больше похожа на бороду Амишей. Характерная, мне кажется, для этого типа населения. Она такая, она по всему подбородку идёт от одной стороны до другой. Но я не вижу её качества, так скажем, густоты волос. То, что вебка не самая лучшая. Комментарий говорит, что, возможно, один из самых худших задизайненных уровней, потому что... Потому что когда вы делаете основную часть уровня, по которой нужно чуть-чуть скатываться, и вы делаете её таким образом, чтобы выровнять её, вам нужно будет зажать кнопку, это неудобно. Я думаю, что в 2005 году было так. Конечно, чтобы катиться, нам нужно зажать кнопку, и таким образом мы выводим какие-то действия. Сейчас просто по бровочкам проходим, отлично. Но если вы делаете уровень, который изначально с пологим таким склоном, и чтобы выровнять персонажа, нам придётся зажимать постоянно кнопку, это не очень прикольно, не очень круто. Не делать такие уровни. Получаем ускорение, и заходим по спирали. Блин, какие прикольные задники. Бенуэн follows SM64, это как, что мы сейчас идем вниз. Какое-то становится реально. Да, даже тот первый уровень спирал-бридж, получать первый цикл – это нитм. Я не могу это делать консистентно. И я очень хорошо в этом игре. Тихонечко проходим по… Спасибо, Мара, спасибо. Ой-ой-ой, хороший трюк, мы при помощи. Короче, из-за того, что мы можем, по сути, скорость изменения зависит только от того, как мы нажимаем, то мы можем подбрасывать чуть-чуть нашей картой этот шарик, и таким образом закидываем. О-о-о-о-о, не покчемп. Было близко почти покчемп, но не покчемп. А почему мы над стиральной машинкой? О, бог чемп! Вот это вы видели? Бог чемп! Это очень странный уровень, но по заученным движениям проходим его. Мы спускаемся просто на последний этаж, спрыгивая раньше времени. Я не думаю, что это уже было показано в маратоне, так что это круто. Мы должны платить нашу респекту о том, что заниматься сипом, во время какого-то быстрого тренировка. Мы не будем просто держаться на сцене, так что если вы хотите, чтобы вы планировали, если вы играете на уровне уровня... Интересный уровень с треугольниками. Видимо, тайминги давно заучены, поэтому... Быстро перемещаясь в треугольнике, нас не волнует сильно. Это не смешно, это не шутка. Это серьезная скорость. Это серьезное бизнес. В моих спидранах, спасибо. Там ранее говорит, что это серьезный спидран, но мы... Арбузный пирог, а куда ты скидываешь фото? Скинь мне в личку. Или куда-нибудь. Арбузный пирог, блин, звучит круто. Но, скорее всего, так себе, но звучит круто. Это не будет много времени, чтобы преладить сцену. И вы получите длинный период. Но если вы играете длинный уровень, то есть много времени, чтобы преладить сцену, которое уменьшает длинный период и позволяет тебе сохранить время. Так что, когда возможно, мы пытаемся играть длинный уровень последний, и что-то не будет. Хм, хм, хм. Хорошее название для уровней софт-крим. Генерал, окей. Ооо, да. Я умер в первом, но... Блин, вот торт арбузный, он гораздо больше подходит, потому что можно сохранять... как бы... вот эту свежесть арбуза. Потому что если вы подогреете арбуз, но он явно потеряет просто свои трассовые качества. Вот в торте арбуз используют, конечно, гораздо рациональнее. Смотрите, я знаю, что ты имеешь в виду! Это правильное... Это не на самом деле. Не на самом деле, Джон, это просто случилось. Есть странная глитка в этом игре, где... Иногда, когда камера подходит, он будет стутер степ, и даже иногда, он будет в правильную сторону для фрейма или два, и он отбрасывает тебя на фрагу. Это так случайно. Хорошо, остальное World 8 довольно простое, и движение-экзакционное. Так что мы можем идти на следующий ровный донатчик. Комментарь говорит, что в игре есть очень странный глич, который работает очень редко, что камера может повернуться как-то неправильно, и у вас отберут управление. Это очень странный глич. ПОГ! 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 Это невероятно. Я буду всегда встать себя. Хорошо, ты можешь продолжать. Ты уверен? Да, ты уверен? Хорошо, это будет... Что ПОГ-то? Не знаю, но вы видели его лицо. За это лицо можно ПОГ поставить. Чё ПОГ-то, блин? Ты давай не спрашивай, ставь ПОГ-чамп и всё. И будь доволен. Чё ПОГ-то говорит, блин? Нельзя ж такие вопросы задавать. Я не могу встать. Я играю в игре. В любом случае. Мы в самом деле в хорошей донационной зоне. В первой войне 9 очень простой. Так, несколько вопросов. Переходим в такую sci-fi локацию. Что такое ПОГ? Ну это ПОГ-чамп. Но только покороче, без чампа. Чисто ПОГ. У меня много разговаривания, если вам нужны. Да. Да. Что такое ПОГ-чамп? Ну это как, короче, увеличенная версия ПОГа. Только вот в ПОГе есть только ПОГ, а в ПОГ-чампе ещё и чамп добавляется. ПОГ-чамп. 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 Где мудрость? Ну ладно. Где мудрость-то? Так никто не просит. Мало-мало. Так мы же... А, вы ждете. Ну вот мудрость, в общем. Одна. Мамма миа! И ты, Pepe Clone. Это точно мудрость. Да. Ай-яй-яй, руина. Но он засейвит. Сейчас попадет. Нет, не попал. Короче... Ну, теперь попал. У-у-у-у-у-у... Отскочил опять от створа. От перекладин. Мини-руины какие-то у него пошли. Тяжелые уровни. Ультимат Спаркдон. Да, я думаю, мировой рекорд там как бы все супер идеально. Такие скиллбейс игры обычно играются до того момента, пока какой-нибудь человек просто не сделает все до доли секунд идеально и играет там почти целыми днями, поэтому я не думаю, что на марафоне в такое возможно поставить Вау, юмор про ходлайн Майами, один шаг не туда, да, и ты помер. Я бы сказал, что это не совсем так, но в принципе да. Зачем он нажимает постоянно? Это плейстайл такой. Вы покадрово можете скорректировать направление своего шара. Более точно вы можете так направить. Вы просто меняете направление так. Да не, стимейт-то большой, вы чего, 38 минут. Тут я думаю... И время. Поехали! Прикол с паузой в том, что вы покадрово меняете направление. Ну, короче, уровня. Так как мы управляем уровнем, а не обезьянкой, уровень должен ну почти сразу же менять направление, вы можете себя случайно выкинуть, у тебя с паузой, вы спокойно меняете направление и не выкидываете себя как ракеткой. Ну как, клапа, клапа, да, клапа. У меня была команда, они очень классные, они очень помогли мне сфокусироваться и сделать это как интересный, как можно. Ай, ай. Брррр. Я также хочу шаутирую Хеликс снова. Они донатили, но это было очень классно, слышать от них. И... ...спасибо, как я в силу Пипепеплоуна, но он еще никуда не уходит. Он хороший человек. И, эээ, это все для меня. Спасибо, ребята, за показывать. Это было очень классное шоу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Я сделаю этот выстрел. Нет, не сделаешь. Ооо, что? Что происходит? Не понимаю. Большая Берен не понимает, как маленькие ее победили, и мы... ...улетаем с космос-станции. ПУКЧИИИМ!